Мы все мёртвые зубы рекомендуем покрывать хоронками, потому что зубы мёртвые, они достаточно хрупкие и очень сильно подвержены кариесу, тогда такие зубы намного больше простоят. Что, мы закончили работу с четвёртым зубом, мы сейчас переходим к пятому зубу. Тут есть кое-какие кариусные поражения, если они не уйдут, придётся её менять. Что у нас получилось? Просто замечательно. Это будет от 3? Ну да. От 3 может быть идеально, да. Красота. Что, мы закончили работу с четвёртым зубом, мы сейчас переходим к пятому зубу. Ещё непонятно, останется ли у нас эта хромба или нет. Потому что тут есть кое-какие кариусные поражения, если они не уйдут, придётся её менять. Мы все мёртвые зубы рекомендуем покрывать хоронками. Почему мы это рекомендуем делать? Потому что зубы мёртвые, они достаточно хрупкие и очень сильно подвержены кариусу. И лучше убрать вот это вот негативное влияние при помощи короля. Тогда такие зубы намного больше простоят. Полный стерпа. Смыхаем зуб. Открываем аккуратненько. Сейчас мы установим ретрикационную нить, для того, чтобы очень чётко снять слепок зуба обработанного под коробку. Ретрикационная нить подвинет десну. Сложно прощать, всё очень плохо. Ретрикационняная нить подвес Не закрываем сейчас. Ну и очень все хорошо у нас тут получилось. Просто замечательно. Открываем ротик. Прокусываем. Сейчас регистрируем, в каком соотношении будет нижняя и верхняя челюсть. Регистрация. Отлично. Ну что ты скажешь? Я думаю это будет от 3. Ну да. Вообще хорошо. Идеально. В принципе можно даже чуть-чуть ничего не добавлять. Ровно. Ровно. Красота. Хорошо. На зуб. За счет временной конструкции. На десну. Может вызывать некоторый дискомфорт. Поаккуратней с этим зубом. он приклеен к соседней туши. Хорошо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...